Приветствую вас, и у меня есть несколько иной взгляд на ситуацию, ненечем у моих коллег. Я бы сказал, что я выделил несколько моментов, которые мне хочется отметить в вашем тексте. В чем-то, наверное, эти моменты будут пересекаться с тем, что написали мои коллеги, вам, но в чем-то это будет и расходиться. Значит, момент первый, это то, что у вас есть привычки, и то, что вы достаточно сильно, судя по всему, зависите от привычек своих. Это первый момент. Здесь, мне кажется, можно и нужно провести такую инвентаризацию привычек. То есть, посмотреть, что вообще мне полезно из того, к чему я привык, а что мне не полезно. То есть, что мне на пользу из того, что, из того, к чему я привык, вот, а что нет. То есть, мне кажется, что данная история, данная ситуация, она требует своего внимания обязательно, потому что, ну, привычки ваши. Если они есть, их нужно корректировать, особенно, если они вам как-то мешают, к примеру. В данном случае, привычки, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вас ограничивают, в данном случае, столько. Вот. То есть, то есть, первое на это нужно обратить внимание, это на привычки. Как они у вас формируются, зачем они вам, для чего они вам, вот. И, значит, привычки свои нужно менять, потому что, потому что сегодня это ваша родственница, которая приезжает к вам. Завтра это, там, может быть, что-то еще случится. Вот. Вот. Я не думаю, я не думаю, что это очень хорошо, что вы зависите, зависите от привычек своих. Вот. То есть, здесь, я надеюсь, понятно, что привычки мешают, по крайней мере, те привычки, которые, вот, делают вас уязвимым, скажем так. Следующий момент, который я хотел бы, значит, выделить, да, это момент, касающийся компьютера. То есть, появилось у меня такое ощущение, появилось у меня такое чувство, что компьютер вам чересчур важен. Без компьютера вы такое впечатление, что вообще обойтись не можете. Вот. И очень важный момент, на самом деле, понять причины такой зависимости или такой значимости для вас компьютера. То есть, одно дело, если вы работаете там, ну, за компьютером, одно дело, если вы там работаете, это одно дело. Вот. Другое дело, если вы за компьютером просто, ну, просто проводите время, это совсем другая история. Уже. Вот. Здесь вы заменяете, можете заменять реальную жизнь компьютерной. Вот. Вот. Что, что является абсолютно неприемлемым. Для вас, потому что, как бы вы ни пытались, как бы вы ни старались, но заменить реальную жизнь компьютерной вы не сможете. И то, что вы, возможно, делаете сейчас, то есть, то, что вы ведете такой образ жизни, это достаточно негативно для вас, достаточно плохо для вас. Я понимаю, вы можете сказать, что, ну, к примеру, да, что по-другому, по-другому вы не можете, что у вас нет возможности, что вы ограничены в своих предвижениях. Вот. Это все будет на самом деле исключительно только на вашей совести, исключительно только на вашей совести, потому что вы выбираете, как вам жить. Вы выбираете, что вам делать. Вы выбираете свою жизнь, не мы. И если вы, к примеру, ну, допустим, убеждаете нас, да, вот вы убеждаете нас, что по-другому вы не можете, к примеру, то не надо. Главное, чтобы вы сами для себя знали точно и были уверены точно, что по-другому нельзя. А этого наверняка сказать вы не можете, потому что всегда можно по-другому. Ну, да, вы можете не хотеть, по-другому, вы можете не хотеть. Вот. Но это уже, я бы сказал, совсем другая история, если вы именно не хотите. Так или иначе, зависимость от компьютера и его чрезмерное значение для нас. Нужно исследовать и значение компьютеров это уменьшать. А, значит, следующий момент, касающийся проживания, значит, ну, с родителями, скажем так. А если вы, к примеру, выбираете для себя проживание с родителями, если вы, ну, выбрали проживание с родителями, так или иначе, то я надеюсь, вы понимаете, что за проживание с родителями нужно платить. То есть, за то, что вы живете с кем-то, за то, что вам, к примеру, к примеру, ну, помогают, да, за то, что вы там освобождены от каких-то обязанностей, вот. За это нужно платить. И, в данном случае, можно смело утверждать, можно смело утверждать, что плата, именно вот в том, что вы меряете с приедом, и не в вашу квартиру людей, которые нарушают какой-то ваш привычный уклад жизненный. Жизненный. Вот. То есть, никто не спорит, в принципе, с тем, что это неприятно. Я точно не спорю с тем, что вам неприятно, я знаю, что вам неприятно, я знаю, что это не может быть приятно, когда кто-то вторгается в ваш привычный расклад жизни. Но, такова цена того, что вы живете с родными. И если вам не нравится, если вам не нравится, живите один. Рассмотрите вариант того, чтобы жить одному. Я уверен, что вы можете это сделать. Вот. Вот. Вот я более чем в этом уверен. Ну, почему-то. Я понимаю, что у вас есть проблемы с этим. Я понимаю, что у вас есть определенные ограничения. Вот. Я отдаюсь на все прекрасно. Но я почему-то думаю, что вы можете. Я почему-то думаю, что вы могли быть, по крайней мере. Вот. И тут уже, на самом деле, очень многое зависит от вас. Очень многое зависит от вашей настроенности, вашей решимости. Самое главное, от вашего выбора. Ну, вот. Мать. Какая история. Очень много зависит от вашего выбора. Эгоистичные мысли, которые вас посвящают. Да? Эгоистичные мысли. Это нормально. То есть, нет ничего аномального в ваших эгоистичных мыслях. Почему нет ничего аномального? Потому что человек, взрослый человек, нуждается в определенной автономии. И вы мне тоже нуждаетесь. Вопрос только в том, как вы ее добиваетесь. Как вы ее достигаете. Этой самой автономности. То есть, пока что, судя по тому, что вы пишете, вы делаете это через других людей. Ну, к примеру, там, своих родителей. К примеру. И так далее. Что не так уж и хорошо. На самом деле. Поэтому, мне кажется, План 2 нужно сделать выбор. Что же вы все-таки хотите? То, что вы чувствуете, это свидетельство того, что вы растете. Это свидетельство того, что вы становитесь более зрелой личностью. И это свидетельство того, что вам, ну, хочется уже как-то отделиться от тех, с кем вы живете. Вот. Вопрос в средствах. Вопрос в целях. И для этого, да, нужно менять привычки еще более кардинально, чем то, что сейчас с вами происходит. Следующий момент, это момент взаимодействия с родными. Следующий момент, это момент взаимодействия с родными. В том числе и с сестрой вашей. Так. А, да. Сестой. 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 не очень хорошо, иначе, я думаю, не было бы у вас таких проблем. Соответственно, если от приезда в сестры избавиться нельзя, то я рекомендую вам просмотреть варианты того, чтобы с сестрой все же сблизиться, вот, и, как вам уже сказали мои коллеги, получать больше наслаждения и удовольствия от времяпровождения с ней. Вот, но вы можете при этом поднять вопрос и о своей автономности, примерно. То есть, что сюда приезжает, это ее право, это ее выбор, но вы не должны от этого страдать. Вы не должны ущемляться ваши права от того, что приезжает сестра. Поэтому тут тоже довольно многое зависит от вашей уверенности в себе и от настойчивости, от, скажем так, возможности гнуть свою линию, вот, если она есть, конечно, эта линия. И настаивать на своем, не боясь, к примеру, с того, что вас там будут не одобрять, что вас будут осуждать, вот. Ну и, так далее. То есть, тут очень многое зависит от, собственно, вашей позиции, как вы будете себя вставить. В целом, в целом, из того, что вы написали, мне показалось, что вы не особо стремитесь к налаживанию своей собственной жизни. То есть, я не хочу сказать, что вы забрете ли себя, но я не увидел у вас подтверждение того факта, что вы нацелены, к примеру, на организацию своей личной жизни, на организацию своей семьи, ну и так далее, вот. Не то, чтобы я вас обвиняю. Я, безусловно, не имею права вас обвинять. И я не хочу вас обвинять. Я просто говорю о том, что ваши мысли, которые возникают, это нормально. Нормально, чтобы сказать, такие мысли. Просто удовлетворять их и реализовывать их свои мысли. Вам нужно правильно, а вы этого пока что вот именно правильно, то есть конструктивно для себя не делается. Вот это и вызывает больше всего, наверное, вопрос. Потому что, ну, к примеру, наладите вы, допустим, свой быт. Да, наладите вы свой быт. И что будет дальше? Вы будете жить, а дальше как? А ваши потребности, которые, кстати, вполне нормальные и естественные. Вот. Понимаете? Я думаю, что вам хотелось бы там и семью и всё, но вполне возможно, что вы себе это запрещаете. Вот. То есть тут могут быть ваши комплексы какие-то, да, связаны именно, вот, исключительно только с тем, что у вас, ну, особенное физическое, физическое состояние. Вот. Понимаете? Это можно подкорректировать, если у вас есть такое желание. Всё можно подкорректировать, если у вас есть такое желание. Вопрос только в том, с чего вы хотите и хотите ли вы. А мы вам помочь, в принципе, можем. На этом, я думаю, можно мой ответ закончить. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.